Друзья, всем привет! С вами студия StarLadder. Лебедь и Алисами в эфире. Ну и у нас, как всегда, третий сезон SLA и League Star Series, очередной игровой день. Сегодня у нас на очереди 6 Best of 5. Сегодня сыграют Колента против Павла, Хиппи против Оранжа, Залея Павел, Колента РДЮ, шоу Станцевка, Супер Джей Джей против Залея. Да, у нас есть несколько игроков, которые уже зарекомендовали себя с наилучшей стороны. Это, к примеру, возможно, неожиданно для многих, но представитель Соединенных Штатов Залая. Залая у нас выступает очень хорошо, он молочина, но в то же время есть ребята, у которых огромная проблема. Это сжог, к примеру, который идет 0-0-4, может повторить у нас успех в скобочках Фроузена, который идет 0-0-6 в группе А. Давайте посмотрим у нас вообще на группы, друзья, чтобы увидели, как у нас что там обстоит. У каждого игрока есть 7 матчей, потому что всего 8 участников в группе. Ну и вот они, вот они группы. Кого ты ожидала увидеть на тех позициях, где они находятся, а кого не ожидала, вот честно? Ну вот, если совсем честно, я ожидала, что Колента определенно и Павел будут повыше в турнирной таблице. Как Колента, так и Павел сейчас находится в весьма хорошей форме. Но на Старладере что-то у ребят не задалось. Доктор Хиппи, финалист нашего прошлого сезона Старладера, пока выступает достаточно посредственно. Но я думаю, что здесь, скорее всего, малое количество практики, как он сам отмечал, и не совсем грамотно продуманный лайнап. То есть он не попал в струю, он не угадал, и его лайнап стал достаточно проблемным. Женя Найрея стал приятным открытием для сезона Старладера. Причем он начинал выступать хорошо уже на самом старте. И уже потом на прелимах выбрал одну из четырех путевок. Поэтому, глядя на Старладер, можно сказать, что многие участники показали себя очень круто. И потом стали финалистами европейских прелимов. Да, именно так. Я вот ожидал, к примеру, еще из тех, кого ты не упоминала, хорошего выступления от того же RDU. Дима Раду у нас готовится просто шикарно в последнее время. Кто меня определенно удивил и от кого я такого результата не ждал? Знаешь, ладно, Frozen. То есть от Frozen мы уже видели, знаешь, такие... Взлеты и падения. Чего у него только не было. Ход конем, к примеру, на том же американском ласткол. А вот от сжол я точно не ожидал увидеть такой провал, потому что игрок команды Team Liquid всегда хорошо готовится. Он очень серьезный и скилловый парень, но как-то не задалось у него. Возможно, лайнап не тот, возможно, где-то чуть не хватило времени на подготовку, но не пошло. Такое бывает. Ну что, сыграет у нас Калента, сыграет против Павла. Ну и от Калента заявлен паладинь, шаман-разбойница, в бану летает друид. Да, Павел сыграет у нас на пале магии Варе в бане маг. Так, что удивляет, на самом деле, это матч далеко не фаворитов своей группы. И тот из ребят, кто проиграет эту встречу, может вообще не выйти не то, что на он финал, а даже на турнир под названием Last Chance. Друзья, давайте мы вам напомним, как у нас вообще происходит. StarLadder, первое, второе место, каждая группа отправляется сразу в Киев, где сыграет с 9 по 11 июня. Третье, четвертое место, каждой группы, соответственно, 4 человека, поборются за последний, то есть пятый от Европы и мира слот на лан-финалах. Ну, соответственно, пятая, шестая, восьмая, покидают турнир. И еще троица к нам приедет из Китая. Кстати, одна из участниц... Сноу Кис, замечательная, прекрасная леди, которая будет представлять китайский дивизион на наших лан-финалах. По лайнапу у нас для Калента в бан улетел Джейдруид, как мы уже сказали. Также это квест-разбойница, ЛМ Джейдшаман. И Мидрейндж, Мурлок, Паладин. Ну и для Павла это у нас Мидрейндж, Мурлок, Паладин. Это квест-воин и это медив-маг. Да, ну и вот с таким довольно-таки тяжелым лайнапом решил Павел нас отправлять в бан Джейдруид. Это логично, потому что ни одна у тебя из трех колод с ним хорошо не играет. Мы знаем, что и квест-вар терпит от Джейдруля, ну и само собой медив-маг, да и паладин. Если ему прям не зайдет очень жесткий агрессивный старт, у него проблемы с Джейдрулем. Поэтому пришлось убирать этого парня. Ну и вопросы теперь справятся. Вопросы к тому, почему у нас два раза маг. У нас маг в бане и маг в лайнапе. Но это не важно. Но это не точно. Ну это, ну красиво же смотрится. Смотрится красиво, но честно, я вначале подумала, что... Подожди, а кого у Павла не хватает? Вот, давай я озвучу. Друля, Друля вроде бы не хватает для Павла. Если мне не изменяет память, именно Малфурион был четвертым в лайнапе для этого участника. И вот непонятно, что в бане для Павла. Но я думаю, что как раз-таки Друиды находятся у нас под запретом. То есть я думаю, что в пике паладин Магвар, и Друида решил не оставлять Калента, потому что его лайнап, ну, может потягаться с Друидом. У тебя и Рога, в принципе, с ним неплохо играет, и Шаман. Ну вот не знаю. Ну сейчас мы дождемся информации от наших коллег. Вроде бы сейчас уже все в порядке. Ну, банить Мага не думаю, что стал бы у нас Александр. Поэтому делаю ставочку на то, что именно Друль у нас в бане. Ну, сейчас у нас все поправят наши коллеги. И мы будем знать, что да как. Наша режиссура старается потеять, чтобы все было хорошо. Сейчас ребята находятся в процессе. Интересно, что сейчас вроде как Александр находится в Украине. Насколько я знаю, вроде как он сейчас именно у нас. Ну, а Павел у себя дома, город Екатеринбург. И в последнее время я отмечала, что город Екатеринбург подарил нам многих и многих крутых эйсеров. Это Штан Удачи, это Павел. Весьма киберспортивный город. Да, Екатеринбург далеко не самый маленький городок, поэтому население в нем довольно-таки крупное. И на самом деле толковых эйсеров там хватает. Абсолютно согласен с тобой. Ну, посмотрим, как у нас будет выступать Павел. Потому что его друг и тиммейт по сборной России, бывший тиммейт в Тимонокс, Штан, в последнее время ему не здоровится. И выступает Штан, ну, откровенно скажем, нехорошо. Сумеет ли собраться Штан и сумеет ли он получить вот эту последнюю путевку на ландфинал? И не знаем, друзья, потому что пока что у Штана счет 2-3. Соответственно, ну, возможно, и не сможет выступить перед родной аудиторией. Да, в принципе, когда ты являешься представителем русскоязычного хардсона, тебе очень хочется попасть в Киев, тебе очень хочется выступить перед родными зрителями, которые будут тебя поддерживать. Все-таки, ну, мало ивентов у нас и в Киеве, и в Москве, и в Питере проходят. Касательно Штана, я знаю, что он очень ответственно относился к Старладеру, как, собственно, и к Прелимам, с которых он в первых раундах снялся. Говорила я на эту тему с менеджером команды Team Spirit, на что она сказала, что Штан себя плохо чувствует. Он неплохо выступал, то есть это не были какие-то ошибки, это была просто усталость, легкая болезнь и перелеты, очень тяжелые перелеты. Штан это тяжело все переносил, поэтому на Прелимах в первых раундах он снялся. Ну и на Старладере откровенно было видно, что он прям замученный-замученный в первый эфирный день был. Надеюсь, что у него сейчас найдется время на полноценный хороший отдых. Он подлечится и ворвется на Старладер. Ну, как минимум, хотелось бы его видеть в сетке последнего шанса, потому что в его группе шансов на то, чтобы выйти с первого-второго места, я думаю, что у него уже нет. А вот попасть в сетку последнего шанса и там наказать, я думаю, что шансы у него все еще сохраняются. Да, шансы сохраняются, но будет определенно тяжело. Нельзя больше проигрывать 100% у нас штану. Но штан у нас сегодня не играет, поэтому думаю, что о нем поговорим мы уже в другой игровой день. Думаю, что можно обсудить и Павла, и Калента. Эти ребята пока что выступают у нас по-разному по итогам дивизиона. Если Калента у нас находится на шестой строчке и счет у него 1-2, то Павел у нас находится на седьмом месте и, в принципе, дела у него не лучше. 1-2, одинаково они выступают. Насколько это удивительно бы не звучало, но у нас игра двух аутсайдеров группы B, Калента против Павла. Я никогда не думал, что я это скажу, но вот такая реальность на данном этапе. Но сыграно всего три игры, у ребят еще есть игры в запасе. И вот эта встреча одна из ключевых. Ну, я думаю, что ребята, скорее всего, настраивались немножко, может быть, на другую мету, потому что у нас на Старладере складывается очень странная ситуация. У нас ребята либо играют более медленными редакциями, либо фулл-агра по типу Эрдию, по типу Залии. Именно эти парни выбрались на первой позиции в группе B. А вот Калента и Павел поочередно терпели от этих агрессивных лайнапов. Калента с Павлом у нас на профессиональной сцене встречались пять раз. И счет 2-3 в пользу Павла. Павел ведет по личным встречам на одну игру. Есть такое дело. Ну и давай смотреть непосредственно за игрой. У нас зеркало Мурлок Паладинов, безусловно, Калента. У Калента то есть небольшое преимущество за счет того, что он играет без монеты. Соответственно, ты начинаешь давить первым. Это всегда в плюс. Тем более, когда у тебя есть Волномут. Он же Тайтколер. На первый ход это вообще замечательно. Для Павла есть пока что неплохой второй дроп в виде озерного охотника. Но к нему бы получить еще стартовую игру. Потому что Мегазавр, Тарин и у нас Гремнистый Скакон. Это все медленно. Ну, хотя бы два Алдора. Ну, хоть что-то. Да, здесь изначально кто доминирует по столу, кто держит контроль стола, тот и побеждает в партии. Очень важны ранние Мурлоки, ранняя доминация по столу. Потом ты это все адаптируешь и отлично несешься в лицо. Так что здесь контроль стола это самое главное. Есть такое дело. Ну и вот он. Вот он уже Мурлок на столе. И теперь Павел должен принимать решение. Возможно, через монету стоит сыграть озерного охотника. Но если ты вдруг получаешь на второй ход озерного охотника от Калента, соответственно, его тайтколер становится 3-3. И у тебя огромные проблемы. Потому что идет выгодный для Калента размен. Дальше все, что ты можешь сделать, это поражать обилку. И вот теперь вопрос. Рискуем или не рискуем? Очень интересный выбор от Павла. И в итоге решает он не рисковать. Хотя Калента его за это никак не смог наказать, потому что нет второго хода для Александра. Ну, ломал себе полностью кривую маны Павел. И просто-напросто не захотел рисковать. Хотя, как ты верно отмечал, он мог получить преимущество, если бы рискнул. Ну, тут, знаешь, угадаешь-не угадаешь. Мы-то видим руку Калента, а вот Павел, к его сожалению, нет. Давай смотреть, какое будет продолжение у нас для Паши. Есть у него два третьих дропа. Есть у него замечательный второй ход в видеозерного охотника. Но монету тут чертовски хочется сохранить под трусильвер. Именно этот меч может выиграть раннюю игру для Павла. Поэтому сейчас, я думаю, что озерный охотник просто как темп на стол, так и делает Павел. Павел в своем интервью говорил, что он старается играть на самых эффективных на данный момент колодах. Поэтому его лайнап выглядит таким образом. Но, как показал StarLadder, агрессивные лайнапы оказались более эффективными на этом турнире. Да, можно посмотреть в группе А от того же Наймана. Можно посмотреть RDU в группе B. Пока что это... RDU, Залея, это первые две строчки группы B. Это оба парня с агрессивными лайнапами. Да, друзья, видим, что есть небольшие у нас жалобы на лаги. Будем надеяться, что наши уважаемые режиссеры, здесь Паша, здесь Сережа, это быстренько пофиксят, чтобы вам было удобно и хорошо смотреть. Ведь игры очень крутые. Появляется Мурквизитор, также прожимает способность героя. Мурчадин на столе. И конца сейчас заберет весь этот стол на пару с ударом серебряного клинка. При желании, но я думаю, что зарядка не так все же сохранит. Да, освещение здесь шикарно заходит. Убираем три существа, и пока серебряный клинок держим под более интересные, вкусные размены, под тот же четвертый дроп, но адаптацию. Да, под того же Мегазавра, который прямо сейчас, я думаю, что появится на столе, но уж слишком пассивно сейчас прожимает способность героя. Ведь у тебя дальше есть хороший шестой, седьмой, восьмой ход. Мы видим и Гребнистого Скакуна, и Тарима, и Тириона, поэтому смысл жадничать своим Мегазавром. Ну, я думаю, тут такого смысла нет, поэтому Мегазавр на стол. Давай-давай, Калента. Ну, ты прожимаешь способность героя, получаешь в ответ от оппонента стол. Соответственно, на шестой ты не можешь прожать Тарима. Ну, не уверен, что это вариант. Все-таки в зеркале мы привыкли зачастую видеть более агрессивные телодвижения, более агрессивную игру, попытку занять стол, попытку занять контроль, задавить оппонента. Ну, и тяжелый ход на Калента выбирает все-таки призыв Мурчидина. Я думаю, что добавляем просто не такое уж и значимое существо на стол 1-1, для того, чтобы гарантированно на шестой сыграть Гребнистого Скакуна. Потому что, ну, согласись, с Серебряным Клинком ты не будешь биться по мелким Мурлокам. Ты желаешь сохранить эту прочность по что-то более эффективное. А Мегазавр, он, я думаю, что еще вполне себе найдет свою цель. Синопологниус. И прожмем обилочку. Здесь у нас Калента выигрывает определенно за счет уже измененной обилки, где идет призыв Мурлоков 1-1, который синергирует с Мегазавром, полководцем и прочими картами. С Озерным Охотником. Именно так. Ну и, безусловно, тратим заряды Серебряного Клинка для того, чтобы не отдавать у нас в никуда товарища Синопала. Иначе один из Мурлоков снимает Божественный Щит, второй под Гребнистым Скакуном его забирает. А так весь удар с Гребнистого Скакуна уходит просто в снятие Божественного Щита. И у тебя на столе остается два существа, что для тебя, безусловно, выгодно. Ну и здесь для Павла все складывается лучшим образом. Печать Королей, есть хороший размен, добавляем обилку. Далее у тебя седьмой, восьмой ход. Если выйдет сильное, какое-то непредсказуемое существо, у тебя есть всегда заступник Алдора. Ну, рука Павла выглядит отлично. Вот как будет распоряжаться своими ресурсами Калентом, мы сейчас посмотрим. Да, ну и вот, Мегазавр у нас не вышел на пятый ход, соответственно, тебе теперь нужно искать продолжение. Да, заряд Сребряного Клинка, благодаря тому ходу, который выбрал Калента, ушел у нас в Мурчидина. Мелочь, мелочь. Да, ну и теперь Мегазавр, возможно, выйдет сейчас, потому что ставить Торима, когда у оппонента на столе три существа, это точно затея Токайсля. А тебе не нравится вариант попытаться полностью зачистить стол? Да, это весьма пассивно, но ты не даешь возможность накинуть скакуна, будет все-таки адаптировать. Дело в том, что ты можешь полностью зачистить стол, только полностью потеряв свой. Ну, то есть ты отдаешь вот так достигодона, и у тебя на столе остается гидролог, ну, выбирай это решение Калента. Ну, и отгребнистого, который здесь у нас отыгрывал, а смотритель автоматический ход для Павла, и добираем карты. Одно, кстати, из сильнейших существ в зеркальных противостояниях, великолепный Таун 4.6 плюс добор карт. Есть такое дело. Наравне с Тиреоном, я думаю, эту карту можно ставить, просто они дают немного разную эффективность. Ну, я думаю, что все-таки Тиреон сильнее, в принципе, Тиреон является одним из сильнейших, да. Ладно, одним из, это сильнейший легендарный дроп вообще из класса. Ну, я не знаю, кто с ним может потягаться. Гром точно проигрывает, а Лакир проигрывает. Антонидос, но для Антонидоса нужны еще карты. То есть прерис Тиреона заключается в том, что он тебе и провокация, на нем божественный щит, он тебе и пушку дает. То есть во всем он хорош, и самое главное, он самостоятельный. Тебе не нужно что-то докидывать в колоду, как с тем же смотрителем в виде мурлоков, бестов и так далее. Это так. Но отыгрывая, например, на пустой стол с пустой руки Тиреона, ты получаешь одно вэлью, отыгрывая смотрителя, ты получаешь немного другое вэлью. Мне кажется, что эти карты каждая по-своему хороша под разные ситуации. Бывает ситуация, где смотритель, несомненно, является приоритетным желанием получить именно эту карту, ну а бывают моменты, где Тиреон гораздо вкуснее. Но в целом не зря у нас используют связочку и со смотрителя, и с Тиреона, Тарима. Эти карты сейчас одни из лучших. Да, не поспоришь тут с тобой. И стоп-дека залетает просто замечательный дроп. Это у нас кода, и кода сейчас 100% растопчет у нас товарища Мэрлинзю, потому что на столе два существа с тройкой из четверкой атаки. Еще их кода не зацепит, соответственно, погибает 100% легендарный дроп. И Калента перехватывает инициативу на столе благодаря Тиреону, благодаря Мегазавру и кода. Как с этим столом справляться, непонятно, потому что экволити на данный момент в руках у Павла нет. Как правило, в этой колоде используется только одна копия равенства. Соответственно, шанс того, что он будет у оппонента в руках, не так уж и высок. Соответственно, Калента решает выставиться. Ну, опять же, оставляем возможность на закрытые деклисты для наших зрителей. Мы стараемся каждый эфир об этом напоминать. Деклисты пока на данный момент закрыты. И только те, кто хорошо провел аналитику, кто готовился к своему оппоненту, те ребята достаточно неплохо знают колоды друг друга, если они пересматривали игры, выписывали карты. Но, опять же, всегда остается шанс, что твой оппонент просто второе равенство когда-то ранее не показал. У нас тут по третьему сезону Старладдера есть интересная статистика по Утеру. У нас 41 матч Утер выиграл, 45 матчей проиграл. Инрейт 47%. И в бан отправили этот класс всего три раза. Да, к сожалению, лайнапы сейчас оставляются так, что тебе приходится банить или Друида, или Рогу. Просто не остается бана под Тириона. Спасибо большое нашим редакторам, которые вывели нам такую замечательную статистику. И в целом, паладин у нас пока что имеет винрейт 47,7%. Это отвратительно для самой, ну там, топовой колоды. А вот хорошим винрейтом отличается та самая разбойница. 62,5% винрейт это самый высокий на Старладдер. Это очень круто. И именно Рога доминирует пока что. А тут выходит Тарим. Выгодные размены по столу. Будем тратить заряд испепелителя. И начинаем идти в лицо. Мурчидин у нас пришел только что. Стоя снова атаковать не будет. Ростком добираем. Мурквизитора оппонента. И десятый кристалл маны в доступе для Павла. Ну и тут определенно возникают проблемы у нас для Павла. И вряд ли такую доминацию он сможет перевернуть только за счет равенства. Ну а друзья, вот в целом еще по статистике, которую вывели нам наши редакторы, за что им спасибо. В целом за 37 игр. И хочется отметить удивительную вещь. Самый низкий винрейт на всем Старладдер, не учитывая Варлоку, у которого 0, понятное дело, потому что 0 побед, 0 поражений. У Мага 16 побед на 27 поражений. Боже ты мой, 37,2% винрейт. Это отвратительная стата. И на предпоследнем месте находится Паладин. Ну вот просто поразительно. Однозначно я не ожидал увидеть именно Паладина и Мага. Одни из самых популярных классов у нас вот с таким винрейтом. Это интересно. Несомненно, что касается винрейта личностного, то Калента на Паладине сыграл за всю свою карьеру 75 матчей с винрейтом 46%. Неплохо. У нас тут размены по столу. Существа уже получили пробав на ХП благодаря Мегазавру. Соответственно, теперь эти огромные оттожженные Мурлоки идут в выгодные для себя размены. И если Павел прямо сейчас не получит равенства, я чувствую, что у него будут огромные проблемы. Сейчас он получает еще и в лицо. Сейчас есть. И только заход равенства может исправить ситуацию. Ну и попробуем мы как-то минимизировать урон на столе. У оппонента большое количество существ, вся игровая. Тоска заполнена для Калента. У тебя есть только освещение. Освещение, если не ошибаюсь, нас уберет только одно существо со стола. Так, судно выбор. Три секрета. Око за око. У нас покаяние и возмездие. Посмотрим, что заберет Павел. Ну, не лучшие секреты. Откровенно говоря, покаяние, искупление, око за око. Нет хорошего секрета. Да и в принципе, какой бы секрет у нас не выбрал здесь Павел, ситуация для него складывается. Мягко говоря, не лучшим образом. Зачисток нет. На столе тона урона. И тут уже нужно готовиться к смерти или каким-либо образом пытаться спастись. Ну, друзья, будем откровенны. Я думаю, что Павел уже должен потихоньку думать про игру под номером 2. Почему? Ну, потому что мы видим стол от Калента. И даже если бы ты тут как-то выживал там на 2-3 единицах здоровья, в руках Рагнарос светлый. После испепелителя у тебя есть Трусильвер и еще один Тарим. Там просто привет от паладина Калента. И это 1-0 в пользу у нас участника команды Cloud9. Ну, ожидаем мы все-таки информации по Павлу, кто же в пике в бане. Свои предположения мы уже высказали. Будем ждать, когда наши коллеги все это дело поменяют. Для Калента остается Лем Джейд Шаман и остается квест Разбойница. Да, ну и вот Калента выиграл у нас на паладине. И остается у него 2 очень даже приятные колоды против колод оппонента. Друзья, если вы не видели, как играет подобный Шаман с тем же Таунд Воином, с тем же Магом, то сейчас можете понаблюдать замечательные матчапы для Калента. Потому что хила много. Если я не ошибаюсь, то в колоде Калента у нас был эхо, по-моему. Ну, как минимум, одна копия точно была, но я думаю, что даже две. Сейчас мы посмотрим точно, ну и справится ли он с паладином. Поживем, увидим. Вопрос, есть ли у Калента инволюции, друзья. Напомним, что доклисты закрыты. Соответственно, не Павел не знает, что за колода у Калента, не мы. Одно точно есть. Я помню, мы видели матчи. Одну инволюцию он точно показывал. Про вторую, к сожалению, не помню. Но одна инволюция есть гарантированно. Ну и не будем забывать о двух сглазах, которые гарантированно присутствуют в колоде. И, соответственно, легкие контроли грибнистых скакунов, тиреонов. Инволюция контрит, в принципе, стол, заполненный мурлоками. Огромное количество зачисток. Я думаю, что здесь комментарии, в принципе, излишни. Да, но вопрос, знаешь, зайдет ли это. Вот вчера, когда мы с Игорем комментировали Global Games, мы лишний раз акцентировали внимание на то, почему же Шаман не так популярен. Друзья, почему вот Шаман класс, у которого есть и зачистки тебе, и стол, ну все, что хочешь прям. Хилл. Возможность задавить. Возможность там просто ремонтный стол оппонента с помощью инволюции. Убрать и предсмертный хрип и что хочешь. Да дело в том, что он нестабилен. Вот вчера та же сборная Турции играла у нас на Шамане. Плюсовый для себя матча, причем целых два. И что вышло? Ничего не вышло. У тебя не зашли вовремя инволюции против Мурлок Пала, не зашел Хилл против Мага в игре, если не ошибаюсь, сборной Таиланда. Ну и все, и ты сидишь и не можешь сделать ничего. До Бора нет хорошего у Шамана. Только тотем прилива маны. Все. Ну в принципе в колоду Шамана добавляют, за что он так хорош, он очень вариативен. Туда добавляют огромное количество разнообразных карт. И действительно порой случается ситуация, когда тебе нужен контроль. Да, просят нас тут одну секундочку помолчать, сейчас звук. Спасибо, дядь Паш. Дал добро. Будем теперь болтать. Дядя Паша. Соответственно, бывают очень часто ситуации, когда тебе нужна та или иная карта, тебе нужен сглаз, а у тебя в руках инволюция. Или наоборот. То есть как-то порой у Шамана игра не идет, не складывается нужным тебе образом. Ты верно, как отмечал, отсутствие добора, хорошего добора, очень часто плохо влияет на Шамана. Есть такое дело. Но вот смотри, тут интересный ход, потому что отдавать сглаз Мурлока Полководца вроде бы ход неплохой. Но есть Талверский Камнемаг, замечательный четвертый дроп, который, если ты прямо сейчас на третий выставишь элементаля, получит и божественный щит, и провокацию, и все, что хочешь. Но если ты ставишь элементаля, то, правильно, ты и размениваешь Мурлока Полководца, и дальше этих ребят можно адаптировать с помощью Мегазавра, и у тебя будут проблемы. В принципе, вот Талверский Камнемаг, это карта, которая у нас то приходит и уходит из колод Шамана, из-за чего, друзья, из-за того, что он не является элементалем. Абсолютно верно. Ну, отличный первый дроп для Калента, Огненный Бес, 3-2. Хорошее существо, которое в дальнейшем сможет разменять как раз-таки Полководца. Но у Павла нет третьего дропа. Вот Паладин-то, к слову, о нестабильности, тоже показывает себя в рамках Старладера далеко не лучшим образом. Мы с тобой уже озвучивали статистику, которая не плюсовая. Это интересно, это необычно. Причем сюда входят несколько архетипов Паладина. Это более мидрейнш-редакция, ну и, конечно, более агрессивные редакции, где используются у нас первые дропы на пробав, где используются оракулы и прочие мудры в более агрессивной направленности. Да, но вот нет четвертого хода в виде Мегазавра, о котором мы вспоминали. Сейчас нельзя забрать этот стол никоим образом, потому что тебе нужно снимать Божественный Щит. И задумался Павел. Что делать? Будем атаковать и просто выставлять, точнее, брать в руки Серебряный Клинок и не атаковать или играем через способность Героя и Озерного Охотника, да и второй вариант выбирает у нас Павел. Продолжение для Калента. Есть в виде нечто из глубин, но я думаю, что эта карта останется у нас и сыграет чуточку попозже. Сейчас Когти выглядят не так хорошо, потому что ты локируешь себе Огненного Элементария на следующий ход из-за кристалла перегрузки. Все-таки мне кажется, что Нефритовая Молния зайдет сейчас оптимально. Нефритовая Молния – это отличный ремовел. Посмотрим, будет ли отдавать Калента данные заклинания. Согласно с тобой касательно Нефритовых Когтей, ты отдаляешь розыгрыш Лема, но Нефритовую Молнию хотелось бы сохранить под более сильный столб, под более сильных существ, потому что отдавать четыре урона в Мурлока 2.2 или в Мурлока 2.3 – это достаточно слабо. Да, но вот решает Калента отдавать у нас Когти, забирать себе лишний кристалл перегрузки. Я думаю, что с расчетом на следующую вещь. У тебя нет в руках тяжелых элементарий, то есть ни там какого-то Стража Гейзера, ой, простите, Стража Гейзера, Вестника Зарева, имея в виду седьмой дроп, ни Калимоса, соответственно, эти ребята не будут работать, если ты не выставишь элементария на ход перед ними. Именно поэтому лишний ход дает тебе возможность получить в руки необходимые тяжелые дропы и уже тогда сыграть окном элементарии и за ними продолжить или легендарные карты или одним из сильных седьмых дропов. Следующий ход для Калента можно сыграть через Нефритовую Молнию, добрать Когтями, плюс поставить Огневичка, если посчитают нужным Калент, но я думаю, что все-таки необходимо ставить лишнее существо 1-2, которое, по сути, это тоже существо в руку. Все замечательно. Ну и синергия с элемами присутствует. Для Калента Шаман является самым успешным классом по винрейту. На Шамане он сыграл за свою карьеру 53 матча с винрейтом в 60%. К примеру, на Воине он отыграл больше всего, но там на 4% винрейт ниже, нежели на Шамане. Ну, был Агро Шаман просто с нереальным винрейтом, на нем, я думаю, все себе нафармили хороший винрейт. А вот не скажи, по той статистике, которая есть у меня, на самом деле у многих на Шамане винрейт отрицательный. И Калента один из немногих, который поддерживает на Шамане не просто плюсовый винрейт в 50%, а у которого достаточно ощутимые результаты в 60%. Ну, это неплохо. Калента действительно хорош на Шамане. Тут топдек Айе тем временем, который просто замечательно залетает у нас для Калента, выставляет у нас стол. Джуэта 3-3 еще из себя потом оставит. Джуэта 4-4 плюс выходит у нас пауки Элем. Для того, чтобы на восьмой можно было сыграть Калемоса в случае топдека. Ну и сейчас играем Гидролога. Получаем на выбор три секрета, что будет забирать у нас. Возможно, мы даже заберем Покаяние, тот же Репентенс, чтобы на восьмой опередить Калемоса, который вполне возможно есть в руках Калента. Вот интересно, будет ли действовать именно так, Павел? Ну, из всех этих секретов Покаяние, мне кажется, работает идеальнее всего под Калемоса. Потом ты можешь легко этот стол почистить доисторическим драконом. Если таки поймаешь Калемоса, а если не поймаешь Калемоса, то любое сильное существо тебя устроит, будь то Огненный Элем или Вестник Зарева, например. Есть такое дело, но и вообще, вот сейчас мы будем, друзья, внимательно смотреть на колоду Калента, я вот уже вижу большое количество дропов и джейдов элементарий, то есть я думаю, что джейдов тут 6-6, соответственно, две нефритовые молнии, две пары когтей, и плюс у нас Аят, и есть тяжелые Элемы, и мне все-таки кажется, что нефритовое, о боже, что нефритовое, все, уже все нефритовое, что эхо, то есть отголоски духов сюда просто не поместились уже в колоду. Нам показывали интересные сборки Элем, джейд шамана, где без эхо джейды достигали 8-8, то есть использовали еще некоторые участники нефритовых духов. но опять же, учитывая, что в последнее время у нас огромное количество эфиров, это могло быть не на Старладере, но эксперименты допускают с джейдами более сильными без эхо. Да, в принципе, мы вот уже неоднократно повторяли, что сейчас шаманы крайне вариативны, есть и редакции с нефритом, без нефрита, только на Элемах, только на нефрите, есть редакции вообще агрошаманов, эволюции шаманов. Вариант, например, не так давно я столкнулась с колодой, где играется джейд, шаман на отголосках духов, где всего лишь три Элема. Это огневички и колемоз. Причем, по-моему, это один из участников Старладера. Кто, сейчас не скажу, может быть, мы сегодня даже увидим подобную сборку. Выглядит любопытно, по крайней мере, звучит, посмотрим, увидим ли мы сегодня эту колоду. Тут тем временем выходит Тарина, бесполезная лягушка, 0-1 превращается в существо 3-3, которое забирает огненного элементаря. Есть продолжение в виде Стража Гейзера, возможного сглаза и элементаря огня. Но и отстает уже по столу Калента, и ему нужно на этот стол возвращаться и отдавать сглаз. Это может быть крайне печально, друзья. Напомним, что в колоде у Павла есть и два гребнистых скакуна, есть и замечательное существо, имя которому Тирио. Да и Смотрителя не стоит забывать. Вот как раз мы приходим сейчас к тому, о чем мы говорили на старте. У шамана нет хорошего добора. Если сейчас Павел все это дело законтрит, а он это дело законтрит, то Калента просто нечем возвращаться на стол. Он будет банально играть на топ-деках, паладин эти топ-деки хорошо будет контролировать собственным столом. Поэтому я думаю, что здесь переломные моменты для Павла и нужно сейчас смирять Элема и выставляться на стол. Да, но вообще переломный момент у нас наступил еще в позапрошлый ход, когда вышел доисторический дракон, забрал у нас Айо и Джейда 3.3, плюс добрал у нас Мугминого Элементаля, забрали мы лицом, то есть серебряным клинком у нас Джейда 4.4, и вот тут наступили на самом деле тяжелые времена для Калента, а сейчас топ-дек инволюция, о которой мы также говорили в начале, и какие же неприятные существа это улитка и это уличная бронница, улитка у нас имеет способность яда и убьет любой существ, который по ней ударит, ну а уличная бронница просто замечательные статы 2.7 еще и брони тебе даст, когда у тебя 14 единиц здоровья. Повезло определенно Павлу. Продолжение будет сейчас искать Александр, это просто способность героя, выйдет ли Страж Гейзера, сейчас мы узнаем и Страж Гейзера раз, Страж Гейзера два, Страж Гейзера три. Я думаю, что вряд ли это существо у нас выйдет, чтобы сохранить цепочку элементарий. Потом тебе зайдет Калемос, ты его даже в зачистку не сможешь реализовать без энергии. Ну и сейчас мы узнаем ответ на этот вопрос. Ну-ка, Лен, ты решайся, Фитин горит. Смотри, если тебе прямо сейчас с топ-дека заходит тот же Калемос, ты не можешь его сыграть, потому что на этот ход ты ничего не ставил, кроме инволюции. То есть, ты ничего не играл. Ну а если тебе в следующем ходу не заходит Калемос, то ты теряешь вообще любую цепочку элементальную. Есть такое дело. Что разменивает у нас здесь Павел два вражеских существа, также можем добавить Мурлинзю на стол, поставить полководца и уже пойти на все. Нет, все-таки полководца сохраняет под следующий ход, просто добавляем Мурчадина и отыгрываем Алдора, более сейвовый вариант. Отыгрывает Павел, сохраняя козырь в виде полководца. Да, здорово, здорово сейчас все для Павла. Молод Сумерек для Калента даст возможность разменять Алдора здесь. Да, это вообще не самая стандартная карта в колоде у нас шамана, но вот Калента решил ее использовать как дополнительный дробовый мид-стадий игры. В принципе, Калента является одним из тех игроков, которые очень часто используют, знаешь, такие ситуативные карты, интересные карты. Можно вспомнить его паладина, которого он брал там почти на старте мета, вот та самая секретная дека, в которой был Лазаруб, к примеру, который никто не играет. У нас потерянные в джунглях там играли первый дроб, который приносит на стол двух паладинов рекордов. Ну, Калента у нас такой игрок креативный, творческий. У него нет устоявшихся шаблонов, он постоянно экспериментирует, ищет интересные варианты, и очень часто эти варианты играют, и многие перенимают опыт у этого участника. Ну, и тут Павел уже смотрит вот этими четырьмя парнями на столе в виде мурлоков на Калента и такой, ну что, что ты будешь делать? Калента говорит, изи, топдек грозы. И теперь, если попадает на четыре, то Калента лакирок. Да, и Калента таки лакирок. Погибают у нас два существа, везет, везет тут Калента, и в принципе ситуация не такая уж и плохая, и в ответ топдек от Павла. Ну, вот сразу видно, играет чемпион мира и один из самых уже опытных игроков. Ребята топдечат просто неимоверно. Винд Фьюри. Идем в размен. Разменим второе существо. Шесть отправляем в лицо, нет, три отправляем в лицо, и все-таки разменим обыденного элементария. Я думаю, что именно так будет играть у нас. Павел? Калента, напомним, что на прилимах этот участник из Украины выиграл путевку в Шанхай и поднялся солидно по госу геймерс. Сейчас он девятый в Европе, тринадцатый в мире и будет представлять Европу на ближайшем чемпионате. Очень сборная едет от Украины. Честно, я прям в безумном восторге от того, какая команда будет представлять Европу. Посмотрим, какая команда соберется от Америки и от Азиатско-Тихоокеанского региона. На этих выходных у нас пройдут американские отборочные, а на следующих выходных пройдут Азиатско-Тихоокеанские отборы, поэтому следите за соцсетями, чтобы узнать Я хочу вспомнить и ребят, которые прошли у нас из Китая. Это Джейсон Джоу также очень неплохие ребята у нас, очень сильные представители. Думаю, что будет заруба серьезная, да, друзья? Уже когда? Послезавтра, да, у нас начинается американский чемпионат. Переходите в 16.30, студия Старландер будет для вас освещать. А тем временем Павел добивает Калента. Тут уже все было понятно, только Топдек мог спасти Калента и портал, который зашел, никак ему не помогал. Паша забирает эту игру, сравнивает счеты. У нас не будет Изи. Гейм Изи Мани для Калента. Тут Павел будет заставлять Александра бороться. И теперь Маг и Воин против Шамана и Роги. Очень интересно наблюдать за именно разными классами. Два паладина у нас уже выиграли по одной игре. И это замечательно. Не увидим мы больше этих классов в строю. Меня это не может не радовать. Посмотрим за чем-то более разнообразным. Интересно, Калента останется все так же на своем Шамане или сменит колоду на квест-разбойницу. Ну, в принципе, я думаю, что Калента не хочет попасть разбойником на мага. И в то же время, я не видел до конца сборку Калента. Очень зависит от отголосков духов. Если они тут есть, те самые отголоски, то для тебя Воин это по сути корм. А вот если отголосков у тебя нет, то корм ты? Ну, то тяжело будет определенно справиться с воином. Вопрос вопросов два к этой колоде Шамана. Это две очень важные карты. Их наличие меняет винрейт с контроль колодами кардинально. Карта номер раз, отголоски, о которой я уже упоминал. Карта номер два, это Бладласт. Если у тебя есть Бладласт, то все у нас станет по-другому. Так, стоп, что? Какой друид? Его не было, ведь друида. Значит, все-таки у нас маг под запретом, да, а друид в пуле. Была у нас некая ошибка от режиссеров, но это уже пофиксилось, так что, друзья, наблюдаем за тем, как Павел на друиде будет бороться с шаманом. Ну, и у Павла весьма неплохой заход, есть разгонка в виде нефритового цветка, есть нефритовый дух и, конечно же, смоленой страж. Да, вот у Калента тоже старт, не могу сказать, что слабый, есть два огневичка, есть продолжение в виде у нас тотема языка пламени, ну и, безусловно, шаман выигрывает у друида только за счет стартовой доминации и затем продолжения в мид-стадии игры, потому что, если ты друиду даешь время и говоришь давай, крути, то друид говорит окей, кручу, поехал, гоблин, бесконечные джиды, джиды 30-30, друид там пляшет, танцует, джиды работают за него и вот все это вакханалия будет продолжаться почти вечно. Ну, я думаю, что здесь Калента четко понимает свой винг-кондишен и будет пытаться побеждать именно столом. Друиду крайне тяжело возвращать себе контроль игровой доски, поэтому здесь Калентам нужно давить. А вот и жажда крови, кстати, для Калента это именно та карта, которая может вынести совершенно неожиданный летал. Вот и оно. Это карта, которая может перевернуть игру с ног на голову, то есть, вроде бы у тебя на столе там каких-то три тотема, там огневичок. Четыре урона, вроде как, ничего нет. Талвирский камнемаг тут-то вроде бы, да ладно, что там на столе, минимум урона, а тут хоп, и летал, прилетает из ниоткуда. Да, неплохо, неплохо. Вполне вероятно, что даже такое развитие событий мы увидим в этой партии. Добавляет Калента у нас тотем, разминивает джейда и наносит также три единицы урона в лицо. Ну вот теперь, дабы остановить вот это, этот агрессивный стол от Калента, Павел должен выставлять стол. В ответ это сейчас будет нефритовый дух, который принесет джейда три-три, плюс смоленой страж продолжение в виде три-шесть у нас, чудища, плюс же четыре-четыре, а у Калента это зачисток, на это все нет, грозы нет. Есть по крайней мере на данном этапе портал водоворот, который может нанести всего две единицы урона. Дает ли тебе это что-то? Сомневаюсь, в принципе выглядит слабенько. Посмотрим, как здесь решил Калента отыгрывать. Мы поживем и видим, тут нет хорошего размена для Калента. У Паши стол просто замечательный, шикарное продолжение и у Калента вот этот. Друзья, вот четвертый, пятый ход сейчас рисую предположить, что может и решить целую игру, потому что если Друид получает доминанцию по столу, то Лейд однозначно за ним. Тут, думаю, никаких сомнений у кого не возникает. С другой стороны, мы видим, что у Павла нет добора. Да, просто прекрасно ему накрывает до шестого и шестой включительно, но что делать на седьмой? Тебе нужны топдеки, это безусловно. У нас дар природы, возможно, гоблин плюс одно заклинание. То есть, нужно продолжение, его нужно, необходимо искать. Здесь все-таки стал водоворот и разменять два существа со стола Друида. И есть такое дело? Микритовое чудище выглядит вполне неплохо. Какие еще варианты? Сыграть просто в темп Фендрала и разменять тотем с обилки? Думаю, думаю. Ну, просто оставлять без контроля тотем 0.3, я думаю, что это что-то забирать. Вот, удар и Фендрал. Поехали. Если что... Если бы не тотем, я уверена, вышло бы у нас не свитовое чудище, но оставлять данное существо, данный тотем на столе, это очень плохая история. Ну, и вот теперь пятый ход. Дело в том, что Фендрала забирать тебе просто необходимо. Если там есть дар природы, ты проиграешь игру автоматически. Ну, а что отдавать? Отдаешь сглаз на Фендрала, нечего добавить к этому ходу. Ну, там максимум прожатие обилки или элементали 1-2. К сожалению... Выбора нет. на момент мидгейма, когда Друид доминирует, у него шансов на победу очень много. Но Каленто, понимая, что единственный его выбор это попытаться стол перехватить, пытается резко, резко выставить существ, не может он отыгрывать до исторического дракона. Его вариант 1. Перевернуть уже и сейчас. Если Павлу удается зачистить этот стол, то вероятнее всего Каленто проиграет. Но если вдруг у Друида нечем продолжать, то Каленто благодаря этому столу, благодаря жажде крови, она же Бладласт просто съест своего оппонента. Ход переходит у нас здесь для Павла, заходит прожорливая слизь, сейчас она достаточно неинтересно смотрится и, конечно, отличный доисторический. Такая же красивая зачистка получается для Друида. Насколько хорошо зашли данные драконы доисторические. Очень крутая карта, мне кажется, что одна из самых успешных карт последнего дополнения. Есть такое дело, и вот он второй доисторический дракон, может он сейчас появится на игровой доске, я думаю, что появится, и разменяем таким образом у нас огненного элементаля. Дальше на десятый получив уже тотальную доминацию по столу, мы будем добирать карты через в идеале гоблина получить, чтобы крутануть буйный рост, избыток маны, все это под гоблином. Есть такое дело, ну и видим калента. Ну, не отчаивается у нас калента, прям очень редко этот парень как-то горит или показывает на камеру, что он недоволен, такой хладнокровный убийца. Опытный, опытный просто, опытный киберспортсмен, я думаю, что никто с этим не поспорит, калента был одним из первых профессиональных игроков с СНГ, который играет уже долгое время на профессиональной сцене, вот отыгранного у него порядка 300 матчей за всю карьеру с винрейтом в 50, в 8 процентов. И меня безумно радует, что он дал надежды СНГ болельщикам, потому что калента на игре ребята представляют не просто Европу на последующих отборщах, но и СНГ. И я безумно рада видеть, что олдскулы возвращаются в строй и находятся на таком хорошем уровне сейчас. Да, выпал у нас калента в прошлом году, ну а сейчас на самом деле для Александра все хорошо, а вот у Павла все плохо, потому что несмотря на его доминацию по столу, вот как раз таки топдек пришел в виде озарения, а через добор, через переизбыток маны ты принес себе чешую, но это явно не то, что хочет видеть Павел на данный момент. Ну вот остается у него еще один-два хода для того, чтобы вытянуть что-либо посильнее, это безусловно гоблин, это безусловно дар природы, эти карты очень сейчас хочет увидеть у нас игрок из Екатеринбурга. Ну а здесь для калента заходит у нас таунт с божественным щитом в синергии с эллиемами, и будем ли мы ставить Талвирского часового. Так, способность героя, Талвирский камнемаг у нас появляется на столе, получает он божественный щит и провокацию, благодаря тому, что на предыдущий ход у нас полгустая элементаль, и еще и страж гейзера хилит нас полностью, добираем еще одну карту, и это тотем приливомана. Опять не то, но опять не то для Павла. И смотри, все было идеально, тебе нужно было лишь одно, это добор, и четыре хода ты не получаешь добор. Такое бывает, с этим нужно мириться, но за счет размаха сейчас Павел возвращает себе контроль стола, есть у него размены, и все не настолько ужасно. Да, не идеально, как ты верно отмечал, хотел иди получить добор, но размах заходит также впечатляющий, ты сейчас практически зачищаешь стол, и что самое важное, убираешь тотем приливоманы не даешь карты. Держится, пока Павел за счет существ держит стол. Не, в любом случае ситуация для Павла намного лучше, чем для его оппонента, но хочется найти тот так необходимый тебе топдек, и замечательно заходит тотем каменного когтя. Для Калента сейчас он закроет с собой манатай тотем, тотем прилива маны, соответственно, оппонент просто не сможет забрать его через слизь. ну и вот топдек, ну урон, в смысле добор, это гоблин. Неплохо. Озарение приносит чудище, и я думаю, что задумался Павел, соблазнительно крутить, и дар идеально просто для Павла здесь складывается, и дар природы, вот рискнул, мог поставить уверенный ход, крутануть всего одну карту, поставить чудище, но Павел рискнул, сыграл чешую, и идеально получил дар природы. Ну и все, я думаю, что на этом у нас шаман закончится, потому что калемос не работает, что будем делать, Калента, ситуация печальная, и стол нужно захватывать уже сейчас. Все, если ты на этот ход еще как-то потерпишь, не призовешь, например, тотем гнило воздуха, чтобы прокинуть нефритовую молнию, будет боль, беда, печаль. Я даже думаю, может инволюцию отдать? Неприятно, конечно, да, на гоблина и слизь, но есть ли варианты лучше? Калемос оставить в темп, но это плохая затея, ты за 8 маны получаешь просто бесполезный дроп 7-7 без активации. Попробовать с тотемом не повезло, конечно, для Калента. для разменов все-таки будет инволюция. Посмотрим, какие существа... Ой, отлично. Да, голодная конюка краколиса. Увезем. Получаются хорошие размены через нефритовую молнию и удар оружием. Повезло с конюком, вот зайди там посильнее какой-нибудь пятую дроп, то он факт, что так легко шаман бы разобрался. Ну, все честно, 1-1 по инволюциям. Один раз повезло Павлу у нас в прошлой игре, когда пришел у нас на стол пришла уличная бронница и еще одно какое-то полезное существо уже вылетело из памяти, что это было, а сейчас приходят два слабых дропа. Ну, а здесь крутится у нас Павел, нефритовое чудище и Джейд уже 5-5, плюс буйный рост переизбыток маны Павел пока оставляет в руке под возможно второго гоблина и смотри, там 2 инволюции отыгрываются в колоде для калента, видим мы уже второе это заклинание. Калемос нефритовое когти и размер чудища. Как же неприятно калемос оставить для темпа. Такая сильная легендарная карта и ты ее просто обязан отдавать в темп для того, чтобы пытаться доминировать по столу и понимать прекрасно калента, что Джейды 5-5 надолго не задержатся, они будут расти и чем больше ты даешь времени друиду, как мы уже неоднократно повторяли и не устанем повторять, тем хуже для тебя. Гоблин, Ая Черная Лапа и Биг Гейм Хантер Добрый День! Вот это интересное решение от Павла, вот вам и закрытые деклисты. Опытный Охотник это нестандартное решение, я уже не припомню, когда мы с тобой видели данное существо в последний раз. Вот это поворот. Вот это поворот, этого парня я бы точно запомнил, опытного Охотника до этого не показывал Павла, теперь он думает отдавать ли БГХ прямо сейчас на Калимоса. Напомню, друзья, для тех, кто не помнит, это некогда очень популярная карта. Стоила она три кристалломаны, потом Близзард решили, что эта карта имбалансная, ибо играла во всех колодах, и даже порой в двух копиях, и просто решили сделать это существо за пять кристаллов. Да, за три кристалломаны вы получали раньше существо со стами 4-2, которая отстреливала любой тяжелый дроп со статами 7 и больше. Но пока что Павел решает не показывать в своих руках опытного Охотника и придержать эту могучую легендарную, ой, простите, могучую эпическую карту. По-моему, эпик у нас БГХ, если мне не изменять память, по-моему, он не рарный, а именно эпический. Эпик-эпик. Такс, а почему мы не застрелили Калимоса? Вот расскажешь мне. Ну, возможно, Павел рассчитывает поймать что-то посильнее, хотя что посильнее в этой колоде присутствует. Ну, вот не знаю, не знаю. Решил за счет гнева в прошлом ходу он перебрать немножко свою колоду, может быть, забайтил сейчас, что у него нет ответа. Ну, по крайней мере, он вне рейнджа, он понимает, что от жажды он не погибал, поэтому решил сыграть более медленно. То есть БГХ умирает от когтей, поэтому мы его оставим на поток. Ну, посмотрим, принесет ли это победу данное решение для Павла. Ну, теперь-то уже нужно убирать? Нет? Ну, сейчас 100% нужно крутить гоблина. Есть в руках хидл, есть переизбыток маны, ты просто обязан играть именно так. А ты не боишься уже погибнуть в данном случае? Ну, поживем, увидим. Просто как бы уже по урону на столе под жаждой ты рискуешь. Ну, смотри, ты в любом случае доберешь еще армор, потому что ты призываешь жда 6-6, в идеальном для тебя варианте еще и 7-7 выйдет у нас джейд на стол, соответственно, ты получаешь 8 армора. Да, именно такой план решил у нас использовать Павел на прокрутку нефритовых идолов, на максимальную прокрутку идолов. выходим на фатик и сразу же замешиваем еще заклинаний в колоду. Так, а армор там мы в итоге не сыграли. И у оппонента то на столе 11 урона, а под блатластом это еще плюс 12. А как бы Павел, а что это было? Павел, в БГХ мы не сыграли в колемоса, сейчас мы не сыграли чешую, но Паша просто отдал игру. 3-2-2, думаешь? Да нет, ну, понятное дело, что нет, но Павел не отыгрывал от того, что оппонента есть блокбаст, я думаю, что в колоде и в руках, не видел он эту карту и, ну, определенно... Не исключено, даже если отбросить жажду крови, возникает вопрос, у тебя два хода есть в руках опытный охотник. Ты не захотел показывать? Ну, потом, если твой оппонент пересмотрит реплей, он увидит у тебя в руке эту карту. Не захотел тратить ход, отдавая опытного охотника, пришлось принимать от колемоса два хода урон. Ага, вот в чем дело. Все, друзья, все стало на свои места. Выяснилась у нас ситуация. Дело в том, что в колоде у Павла не было опытного охотника. Он ошибся, когда собирал эту колоду и, соответственно, он не использовал опытного охотника, так как изначально этой карты не было в его колоде. Все, теперь все выглядит логично, но тогда вопрос, окей, почему ты не играешь чешую? С опытным охотником разобрались. Здорово, все, отложили его в полочку. Нет, жажды крови. То есть, возможно, коленто до этого жажду крови в своих противостояниях не показывал, соответственно, Павел не отыгрывал от данного заклинания. Это самое простое, самое логичное объяснение. 2-1 ведет у нас коленто, для коленто остается квест-разбойница, но и здесь нужны хорошие заходы для Валиры. Ну, есть как есть. странно выглядела игра от Павла, но хотя бы мы разобрались с опытным охотником. Ну, удивляет меня, когда, ну, опытные игроки, правда, игроки уровня Павла, ну, извините, конечно, друзья, но это чемпион мира, это лучший игрок на данный момент. И когда, вот, даже Павел, ну, не проверяет свои колоды перед тем, как играть. Ну, гриндил ладер, увидел, что пришло время. Это не оправдание, потому что ты играешь на все-таки топовом турнире, ну, и нужно лишний раз пересмотреть колоду. У нас это уже встречается не первый раз, вчера на Global Games была такая же ситуация, причем, кстати, тоже не от последнего игрока в ХС-комьюнити Станислав Цывка у нас решил использовать Armour Smith, которая изначально не была заявлена в его колоде и сборная Украины решила дать возможность переиграть. Ну, и вот почему? Почему ребята уже начинают потихонечку халтурить, разленились? Не знаю. Мне кажется, что все люди, абсолютно все имеют право на ошибку. Понятно, что профессионального игрока такого бы не хотелось видеть, особенно, если это действующий чемпион мира, но и прям нереально как-то грызть, давать техлуз, особенно, когда Павел это признал и сказал, что у меня должна была быть другая карта, я просто эту карту не буду использовать. Это получается минус одна карта с его колоды, и он играет 29 картами формально. Ну, понятное дело, что это все не смертельно, просто выглядит это очень странно. Ну, что, у нас здесь от Павла будет Таунт Воин, ну, а для Калента, как мы уже отмечали, это последняя колода, это квест-разбойница. И здесь для Калента есть Элем, Мимикрия и одно возвращение через молодого Хмелевара. Да, но и счет у нас 2-1, Павел позади, для него определенно неприятный матчап, это разбойник у Калента, хорошая колода и против Друида, и против Магни, поэтому, друзья, если вы болеете за Павла, нужно поднажать в чатике, потому что Паше будет очень тяжело выиграть дважды у квест-роги, и напомним, как мы уже говорили в начале трансляции, возможно, кто пришел позже, именно квест-разбойник у нас идет с наибольшим винрейтом на Старладере, пока что все замечательно для Валиры. Так, третий ход, и это Пыл Кременталь, я думаю, что появится на игровой доске, ну, должен, должен сейчас выходить именно этот третий дроп, задумался, Калента, какие еще есть варианты сыграть Мимикрию, ну, не знаю, так это хотя бы существо на столе, причем это существо сомнительно, что Павел будет забирать топором, ты не хочешь давать в руку двух элементалей, тебе это невыгодно, потому что разбойник тогда быстрее сделает квест, обычно это существо игнорируется. Ну, через служителя боли Павел может вполне себе неплохо попытаться перебрать колоду, ну, и пока ты не подставляешься под этого Элема и не даешь его разбить. в ожидании мы. Павел потихоньку у нас идет выставление существ. На стол есть третий дробь, но проблема в том, что нет у нас продолжения, а тут смоляной элементарь. и это существует 3-5, а Калит теперь две карты без помощи не доберет, но прямо сейчас отдавать вихрь я не думаю, что это хорошая затея. Ну, я думаю, что Павло успокаивает наличие потасовки в его колоде, судя по темпу твоего оппонента тебе эта потасовка пригодится, мы видим, что у Калента еще шаг сквозь тень залетает в руку, это еще одна возможность выполнить задачу. Ну, все-таки отдаем, отдаем вихрь, больше нечего играть, хотели получить что-то с топдека, этот топдек не пришел, и будем забирать нас с маляного стража. Проблема для Павла, друзья, заключается в следующем, Вар не может отбиваться от Роги, в принципе, отбиваться от квест-разбойника это затея. Мало кто на это способен, наверное, только джейд-друид, где уже джейды хотя бы 6-6. Так, а ты все равно не сможешь отбиваться, то есть, стратегия, это как раз-таки джейд-друид, я имею ввиду, что друид неплохо отбивается от выполненной задачи на Роге, тогда, когда у него уже есть доминация на столе с джейдами хотя бы 6-6, то есть, ты контролируешь стол, таунтишься и проявляешь уже и свою агрессию. Ну, вот в том-то и дело, в том, что нужно выставлять существ, нужно пытаться давить, давить и давить, ты, ну, не можешь играть вот как-то пассивно с разбойником, потому что это колода, в которой просто бесконечное множество, ну, не бесконечное, но огромное множество существ со стами 5-5, плюс, они еще возвращаются в руки под хмелеварами, под паромщиками, шаг сквозь тень и так далее. Очень тяжело. Здесь у нас, ой, мимикрия приносит огневичков, идеальное существо для Калента, плюс, для Павла неплохо сыграла грязная крыса, принеся Элема 1-2, но мы видим, что мимикрия для Калента даст ему выполненную задачу. Да, мимикрия сейчас спасает для Калента ситуацию, даст ему в руки еще два у нас элементали, ну и все хорошо. Вопрос, как быстро Калента сможет выполнить задачу? Так-то на момент пятого хода у тебя на квесте только отметка в единичку, этого мало. Ну, ничего, за счет огневичков, за счет подготовки ты можешь весьма быстро выполнить задачу и при этом сразу же ее активировать с удешевлением под подготовкой. Смотри, а мы можем выполнить задачу прямо на следующий ход? Если мы сейчас выставляем огневичок в руку два, три, шаг сквозь тень, да, мы можем выполнить задачу на следующий ход. Это здорово для Калента. Ну, собственно, такого плана он и придерживался изначально, а здесь хорошо для Павла заходит уличная бронница, провокация два, семь, идеально обману, ну и, конечно же, даст тебе армор. Поехали, огневичок. Еще один, плюс сверху два элема. Шикарно. Да, и через прем играем у нас кваст. Да, все печально для Павла. Очень печально. Да, есть потасовка, но это здорово. Только у оппонента в руках еще есть три существа, причем одно из них может атаковать, затем мы вернем в руку и выставим еще раз. Очень тяжело тут будет Павлу выиграть. Ну, тем не менее, шансы для него не потеряны, а за счет лейткарт, за счет потасовки может он попытаться перевернуть. Ну, а Калента в данном противостоянии жизненно необходимо уже сейчас находить перебор, находить инженеров и крутить именно инженеров, чтобы добирать карты. Это одна из главных стратегий. Разбойница может просесть, когда она выполняет задачу, высыпает все на стол, получает потасовку и каждую следующую карту, которую она влиятельную. Одно существо, которое легко контролится. И тогда приходят тебе на помощь именно прокрутки колоды, именно добор карты. Именно так. Ну, вот сейчас Павел решил, безусловно, втопить в лицо. Это правильное решение. Ты не хочешь сам тасовать два сильных существа со стола. Пусть Калента разменивается, пусть он бьет сам эти провокации. Затем на седьмой ты выставишь крысу и потасуешь еще раз. Потом у тебя есть уже доисторический дракон и, в принципе, ты уже верно отметила, у Павла шансы тут сохраняются. Да, будет тяжело. Да, понятное дело, что Калента фаворит, но если Калента будет и дальше, то бы декать у нас Талвирских Камнемагов, то все будет неплохо для Павла. Нужно возвращать в руку огневичка, безусловно, он дает тебе две карты еще. И я думаю, что один огневичок отправится на игровую доску для того, чтобы на следующий работ у нас Талвирский Камнемаг. Ага, или Камнемаг прямо сейчас выставляет именно это существо. Да, Камнемаг выглядит круто, 5-5 с божественным щитом. Ну, огневичок будет идеальным для Павла, то есть ты, по сути, одной крысой вытаскиваешь два существа. Крыса и потасовка. Ну, и в идеале нужно, чтобы выживала твоя крыса или бронница. Или любой существо с тройкой здоровья, для того, чтобы ты их сразу добил топором. И нет, молодой Калевар это не топ. Это один из худших вариантов для Павла. Ну, не настолько, конечно, провален, как Талвирский Камнемаг, но все равно печально. Ну, а здесь есть продолжение для Калента. Это два матроса, два рывка, также есть огневичок. Это еще дополнительное одно существо, так что здесь максимально пытается Калента давить. Вновь четыре существа на столе и еще одной потасовки в руках для Павла. Нет, но возможно пройдет стоп-дека. Нет, на исторический дракон. На корм рыбам, на историческим драконам на десятый ход идеально, но на корм рыбам нет, да и ход только восьмой, поэтому приходится орудовать топором. Ну и принимаешь ты еще пять единиц лицом. Здесь Калента нужно находить хорошие размены и это паромщики, это дополнительная прокрутка рывка. Да, причем паромщикам нужно возвращать молодого хмелевара, затем молодым хмелеваром возвращать пирата, для того, чтобы у нас вернуть статы молодому хмелевару, для того, чтобы на старе осталось не 5-3, а 5-3, у нас 5. Или больше ничего не ставим и не поставляемся под потасовку. Но молодого хмелевара сто процентов нужно возвращать, без вариантов. А вопрос, молодой хмелевар выходит прямо сейчас или мы его оставляем еще в руке? Нет, выходит, выходит. Парень на стул. Еще 5 урона в лицо, Калента наносит срывка. Если он решит выставить сейчас. Раздумывает. Шаг сквозь тень стопдека, еще один... Да, любая прокрутка. Шаг сквозь тень, паромщик, хмелевар дают тебе летал. То есть формально Калента со стола сетапит летал даже более чем, но и оставляет для себя дополнительный вариант с пустого стола залеталить, если зайдет необходимая карта. Раздумывает у нас Павел над пиком провокации, храбрец, актер, или еще один таун. Ну, это самый слабый выбор был актер, напыщенный актер. Именно это существо выбирает Павел. Ну, это хоть что-то. И выполняется у нас квест. Видим Сульфурос, который уже активен, но у тебя 10 единиц здоровья. Это печально. А тут Кабанчик, это дополнительный рок, и это летал для Калента. Что, 3-1? Да, неожиданно у нас. Для представителя Украины. Это неожиданно, быстро заканчивается это противостояние, ну и остаются некие вопросы к игре Павла на Друиде, но уже есть как есть. Будем очень надеяться, что Павел соберется дальше, но хочется увидеть все-таки чемпиона мира у нас на лон-финалах. Напомню, друзья, что эти лон-финалы придут с 9 по 11 число в городе Киев. Если вы живете где-то неподалеку, то обязательно приходите, будет круто. Ну и очень болеем за Павла и хотим его увидеть у нас на лоне. Но судя по результатам, шансов у него вот именно выйти с первого-второго места напрямую. Очень мало. Шансов этих уже практически нет. По турнирной таблице он занимает предпоследнюю строчку. Только шоу находится ниже в турнирной таблице, но все еще, если приложат усилия, Павел может попасть в сетку последнего шанса, но придется побороться и показать свой максимум. Ну, у нас закончилась первая Best of 5 на сегодня. Впереди еще целых 5 матчей. Мы увидим Доктора Хиппи против Оранжа. Да, Доктор Хиппи и Оранж. И опять у нас играют ребята, которые пока что выступают очень слабо в группе А. Оранж идет 1-3, Доктор Хиппи идет 2-4. Для Артема уже не остается практически никаких шансов даже побороться за ласт-чанс, но возможно, возможно удачные сечения обстоятельств в группе помогут Артему, но мы это уже узнаем, друзья, минут через 7-8. Субтитры создавал DimaTorzok